Всем привет! Вы на канале Gidrigames, видео по игре The Unsreborn, где я хотел бы рассказать вам о том, как же все-таки правильно стартовать в этой игре и как качаться так, чтобы все донатеры, скажем так, вас боялись. На самом деле достаточно придерживаться одного правила, а именно тратить все абсолютно ресурсы только в дни ивентов на сервере. На этом можно было закончить данное видео, но давайте все-таки более подробнее углубимся в эту игру. Первым делом, как только вы зашли в игру, минут 5 поиграли, открыли чат, спросите сколько дней сервер. Для чего? Да все просто. Чем моложе сервер, тем больше шансов у вас заперебиться в Еватопе. Если серверу, к примеру, 0-2 дня, то это нормально. Можно играть, а если больше, то я уже не советую. Лично я начал играть на второй день сервера и уже заметно отставал. В то время, когда у топ-10, даже может топ-20 игроков был замок выше 15 уровня, у меня этот момент был только замок 5, ну может 7 уровня. В топ-альянсе места, соответственно, все были заняты, поэтому пришлось упорно играть по 15 часов в день для того, чтобы наверстать упущенное. И только буквально к 2 месяцам игры я зашел в топ-10 по серверу и, собственно, начал себя уже более-менее чувствовать. Поэтому, если вы намерены серьезно играть, узнайте сколько времени вашему серверу. Гляньте топов, сделайте вывод, подходит ли вам этот сервер или нет. После того, как вы окончательно основались, постарайтесь попасть в топ-1 гии сервера. Если вы не сможете в нее попасть по каким-либо причинам, сразу можно смело идти на новый сервер. Все последующие гильдии топ-2, топ-3 и так далее, они сразу пролетают, потому что меньше сундуков альянса, меньше активность игроков, меньше плюшек с командных ивентов. То есть, если в первые пару дней по каким-то причинам вас не получается попасть в эту гильдию, то значит смело можете искать новый сервер. Если все-таки вы попали в топ-2 гии, то займитесь развитием муравейника, конкретно в первые вот эти пару дней с момента начала игры. Играйте активно и смело можете тратить все ускорения на то, чтобы улучшать свой замок. Ведь такие мелочи, как например улучшение уровня правителя, даст вам полную энергию, поэтому сливаем ее до конца, понимаем, что будем играть еще, например, сегодня, в этом случае апаем уровень и сливаем опять-таки энергию. Потому что энергия в этой игре это очень ценный ресурс, который стоит довольно-таки больших денег. Мой вам совет, не улучшайте уровень правителя сразу, как только хватает на него опыта. Подождите события, например, на Иди Кэссиди, либо убийство диких существ, как вот например сейчас, да, проходит на нашем сервере это событие. И только после этого, когда вот началось событие, улучшайте уровень правителя, тем самым экономя бутыльки в вашем инвентаре. Ведь в любой подходящий момент вы уже сможете слить с инвентаря бутыльки. Сюда же, кстати, я бы отметил ежемесячную карту, которая за 500 рублей дает вам как раз-таки выносливость правителя, то есть ту самую энергию, и еще немножечко супер вербовки героя. На самом деле, если есть лишняя копейка, которую вы хотите бросить в игру, то на начальных порах, в принципе, это выгодная вещь, которая поможет вам взять топ-1 в уничтожении существ и заработать как минимум 20 тысяч бриллиантов. Продолжая тему про Альянс, могу добавить, что возможно вас заметят, дадут вам офицера, а там когда-никогда могут перепасть какие-то дополнительные плюшки. Соберите всех к Дискорде. Я хотел бы порекомендовать вам сервис, который поможет создать бота в Дискорде без навыков программирования и абсолютно бесплатно. Он поможет вам сделать ваш сервер более удобным и функциональным. К примеру, вы можете создавать голосовые каналы тогда, когда это необходимо, не захламляя при этом сервер простыми голосовыми каналами. А выбор режима работы поможет сделать комнаты более комфортными, как, например, функция для быстрого поиска. Все настройки бота происходят на сайте и применяются мгновенно, поэтому переходите по ссылке в описании и создавайте своего бота. А если возникнут вопросы, вам всегда помогут на саппорт-сервере. Далее, что касается построек. Откройте второго рабочего обязательно. Если есть возможность опять-таки задонат, сделайте задонат. Нет, конечно, тогда придется кормить его бриллиантами. А стройте только то, что необходимо для улучшения резиденции. То есть, к примеру, как у меня, нужно лагерь штурмовика и таверну. Поэтому, когда у вас резиденция ждет улучшения, вы строите только то, что нужно для улучшения. Дальше вы улучшаете. И только после этого вторым работникам вы начинаете строить следующие здания, которые необходимы, например, для заданий основной линейки, которые будут давать вам опыт правителя. То есть, просто так, если резиденция не строится, не нужно строить все подряд. Что касается ресурсных зданий. Улучшайте только по одному виду до максимального уровня. Ну, то есть, по линейке основных зданий. Вот эти все последующие, второе, третье, четвертое здания, не нужно трогать их вообще. Потому что никакой они, в принципе, пользы не несут. И то же самое касается тренировочного лагеря. Один лагерь достаточно иметь максимального уровня, все остальные вы со временем поднимете. Они не столь существенно улучшают скорость тренировки, а тем более вместимость тренировки, которая набивается абсолютно другими, собственно, путями. И в них необходимости тоже никакой нет. Такие важные здания, как резиденция, либо таверна, которые строятся долго и дают много очков, старайтесь строить и заканчивать их строительство непосредственно под ивенты, когда это будет максимально полезно. К примеру, как у нас сейчас на сервере проходит ивент, например, пасхальная эстафета. И сегодня за улучшение заданий вы будете получать очки в этом ивенте. Поэтому вот именно под такие моменты старайтесь заканчивать стройку. Но это более, конечно, заметно будет после где-то 20-25 уровня резиденции и таверны. Кстати, в Альянсе есть такая штука, как галерея мудрости, которую активируют ее офицеры. И вот, как вы видите, на максимальной прокачке она дает скорость исследования, скорость строительства плюс 20%. Как она работает? Активируется она за активность Альянса, действует на 6 часов. Вы должны узнать у ваших R4 либо лидера, в какое время они ее активируют. К примеру, у нас это в 10 часов по московскому времени. И вот на протяжении вот этих 6 часов с 10 утра действует вот этот бонус и скорость, соответственно, стройки быстрее. Это важный момент, про который не знает, наверное, 90% участников, членов Альянса, просто игроков. Но на самом деле этих 20% неплохо так прибавляют к скорости строительства. В резиденции, в разделе бонусы, у нас есть в вкладке развития скорость строительства, которую также можно за кристаллы, за бриллианты покупать. На самом деле вещь, в принципе, неплохая. Нужно, конечно же, понимать, сколько у вас позволяет ли бюджет ваш тратить эти бриллианты на стройку. Но на больших уровнях, где-то с 25 по 30 целесообразно брать как минимум вот это вот на 15% синенькую. Можно и за 2000, в принципе, ускорять на 10%. Тоже имеет смысл. Что касается армии. Тренируйте ее однозначно по КД. И перед тем, как, например, лечь спать, старайтесь тогда ускорить, чтобы запустить на ночь, чтобы никаких простоев не было. Насчет переобучаемости отрядов. Однозначно советую переобучать. Кто бы ни говорил, что там вот, открываем новых, новых, а тех не трогаем. На самом деле это выгодно. И даже очень выгодно, когда проходят ивенты, связанные с тренировкой войск. Потому что, как бы там ни звучало описание, но на практике за переобучение вы получаете намного больше очков в этих ивентах. Тратя при этом столько же времени ускорений. То есть, видите, я даже сейчас тренирую Т-9 войска, хотя у меня есть открыт уже Т-10. Просто для того, чтобы когда будет ивент на тренировку войск, я их переобучил в то же время, но при этом намного продвинулся по очкам в этом ивенте. Насчет героев. Уровень героев можно качать как угодно, потому что его бесплатно можно сбросить в таверне. Поэтому с этим тут, в принципе, проблем никаких нет. Качайте одного, другого героя. Не бойтесь, это, в принципе, никак не критично. Более подробное о том, каких героев, для чего и как качать, я сниму отдельное видео на эту тему. А для вас уже в описании ролика есть ссылка. Так что переходите, смотрите. Я думаю, там будет много интересного для вас. Отдельно хотел бы рассказать про бриллианты. На что их тратить. Потому что валюта донатная, по сути, только либо за донат, опять-таки, либо, конечно, за выполнение всех ивентов и так далее. Нужно распоряжаться ею с умом. Скажу так, вкратце, в магазине покупать рекомендую ускорение. Однозначно. По 40-70% покупайте, не думая. Потому что ускорение все-таки это основное, по сути, что есть в этой игре. Проходит периодический ивент, называется выгодный обмен. Вот сейчас он у нас запустился. Здесь вот за бриллианты вы покупаете, собственно, эти камни, которые обмениваете на героя. В принципе, тоже нужная вещь, потому что их очень немного получается собирать. И чем раньше вы начнете здесь обменивать, тем, собственно, выгоднее для вас это будет. Я начал довольно поздно тратиться здесь. Ну и немножечко где-то, наверное, я с этим облажался. Поэтому тоже советую выгодный обмен посещать, да, покупать. Кто-то ускоряет постройки за бриллианты, да. Ну, на самом деле, вот моментально, да, это полная хрень, это невыгодно. Конечно, если у вас там большой кошелек, вы готовы 20-30 тысяч, не знаю, вкидывать на бриллианты, то, пожалуйста, ускоряйте. Ничего вам не мешает. Далее, что еще у нас есть? Ивент, кстати, сейчас он проходит, называется магазин роз, где определенный герой, да, то есть, ну, это стандартная рулетка. А вот сюда тоже мы тратим, в принципе, основное количество бриллиантов. Почему? Потому что герои эти, как правило, они только вот в рулетке, больше их нигде не выбьешь, а герои все-таки нужны в этой игре. Вот, то есть, такие вот основные моменты. Это магазин, это выгодный обмен, это герои. Дополнительно еще можно вкладывать на VIP, потому что на VIP 7 нужно как минимум набрать, ибо плюс один отряд вам не помешает, ну, это уже на более поздних порах. Оценивайте свои шансы, смотрите, не тратьте никогда бриллианты до конца. Смотрите так же самое рулетку, сколько вы можете прокрутить, стоит, не стоит крутить, может пропускать, может меньше брать и так далее, чтобы постоянно могли, ну, забирать, да, максимальное количество наград в этой рулетке. Переходя на карту, что могу сказать? Бить за энергию советуют только лидеров существ, так как с них падают ценные ускорения. Бить диких существ однозначно не советую, потому что, ну, это просто пустая трата энергии. А что касается вот энергии, есть такой герой, как Кэссиди, который тропается, ну, есть на него ивент. Благодаря ему стоимость похода уменьшается до 80%, то есть вместо стандартных 25 единиц тратится 20 единиц энергии. Поэтому, если у вас позволяет время, конечно же, ходите только одним отрядом для того, чтобы экономить вашу энергию. Если времени уже не хватает, ну, тогда придется, да, двумя-тремя отрядами ходить, ну, это будет менее выгодно. А как только вы крепнете по армии, то пробуйте сжигать другие замки, но без фанатизма, потому что сольете просто армию свою, и ничего хорошего с этого не будет, просядете по мощи. Просто с целью получения ресурсов, потому что в этой игре их нужно будет вам очень-очень много. Также не забывайте активно проходить портал Нома, потому что в нем тоже довольно-таки важные ускорения, ресурсы падают, при том, что это, в принципе, абсолютно пассивно, ну и непосредственно для развития должности героя. Дело в том, что в самой, по сути, силе, да, человек в вашем альянсе, он будет постоянно продвигаться дальше-дальше, и из вам будет увеличиваться бонус, да, силы в зависимости от этажей. Поэтому просто следите за этим, проходите новые этажи в числе первых, тем самым это вам тоже поможет быть в топе, скажем так, хотя бы среди вашего альянса. Также хотелось бы ответить ловушку альянса. Это, наверное, одно из таких самых важных событий, которые через один день, да, собственно, активируются. Старайтесь попасть на нее каждый день. Ничего в ней, в принципе, сложного нет. Уступайте в рейды, управляйте сами рейд. Кстати, кому интересно, могу записать отдельное видео о том, как грамотно ходить в ловушку, как получать максимальное количество очков, исходя из вашей армии. Ну и, наверное, такой общий совет, да, это внимательно изучайте правила всех ивентов, которые у вас проходят. Оценивайте свои силы просчетами. Если это трата ускорений, то гляньте, сколько есть в запасе. Такого места хватит дойти, с учетом того, что люди потом будут еще добивать. Определили для себя место в ивенте, держитесь в ферритине, не сливайте ничего лишнего, оставляйте на потом. Иногда выгодно пропустить ивент, и когда он повторится, то взять уже топовое место. Как, например, вот уничтожение диких существ, да. К примеру, вы понимаете, что вам хватит только до топ-10-20, и, собственно, награда за этот рейтинг у вас будет полторы тысячи. А если вы пропустите один раз, то сможете взять второе, например, либо третье место, а может даже и первое. Соответственно, это будет намного выгоднее, чем два раза занимать десятые-двадцатые места. На этом, я думаю, все. Более глубокую и подробную информацию смотрите в следующих видео. Если есть какие-то вопросы, задавайте, пишите, на какую тему снять видео. Всех обнял и приподнял.